МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Сегодня в нашей стране победная весна. Мы торжествуем, мы гордимся, мы радуемся, мы помним, верим и чтим. Мы говорим огромное спасибо нашим ветеранам, тем, кто подарил нам жизнь, счастье, мир. Спасибо вам за то, что я сейчас могу вот здесь стоять. Низкий поклон тем, кто не дошел до победного 45-го, но все делал для того, чтобы знамя победы водрузилось над Рейхстагом. Спасибо! Мы начинаем эфир и расскажем вам наши победные истории. Телефон прямого эфира 639717. Звоните, будем рады услышать ваши победные истории. И давайте сегодня все вместе поздравим тех, кто дошел, кто выстоял, кто победил. Звоните, мы будем ждать ваших звонков. Сегодня у нас в студии ордена и медали. Это ордена моего деда Шемякина Николая Павловича. К сожалению, его уже нет вместе с нами, но он прошел всю войну. Он прошел от Курска до Берлина. Он был обыкновенным пехотинец, но для меня он, конечно же, герой. И низкий поклон ему за то, что я живу на этом свете. Наши телевизионные камеры сегодня работают на разных праздничных площадках Архангельска. Наши коллеги из Котлоса и Новодвинска снимают торжества у себя. И мы постараемся получить от них картинку о том, как отмечают День Победы в разных уголках области. На Троицком проспекте в столице региона мы установили две камеры для прямой трансляции шествия бессмертного полка. Там дежурит Артемий Заварзин. Артемий, добрый день. С Днем Победы вас. Что сейчас происходит в центре города воинской славы? Добрый день, Алексей. Поздравляю вас и всех наших зрителей с праздником. С Днем Великой Победы. Да, мы сейчас работаем на Троицком проспекте у здания областного правительства. Наша передвижная телевизионная студия находится здесь. Призываю всех горожан, в течение нескольких часов мы будем работать здесь. И вы можете прийти и поздравить всех архангелогородцев с этим замечательным праздником. Мы работаем в прямом эфире. Со мной сегодня мои коллеги. Это оператор Евгений Зыков и оператор Ольга Красулина. Две камеры у нас сегодня, чтобы передать всю атмосферу праздника, в которую город воинской славы Архангельск уже погрузился. Звучит победная музыка из динамиков. Георгиевские ленточки, воздушные шары, развающиеся флаги, знамена. Сотни горожан спешат по Троицкому проспекту на площадь мира, где уже начался торжественный митинг. И настроение у всех самое замечательное. И мои слова подтвердят мои первые гости. Сегодня это Любовь Ивановна Громова и Нина Ивановна Абакумова. Наши гости. Архангелогородки из округа Майская горка. Я приветствую вас, дорогие, с праздником, с Днем Великой Победы. Я знаю, что у вас есть своя история в вашей семье, связанная с Великой Отечественной войной. Расскажите, пожалуйста, о ней. У нас было два брата-близнеца. Они воевали, это мамины братья. Один погиб на войне, а второй жил, остался после войны жил. В общем-то, в каждой семье есть люди, кто воевал. Просто желаем всем архангелогородцам счастья. Ну и вообще, мы гордимся и городом Архангельском, и Россией. Мы любим Россию. С праздником всех. С праздником. А чего вы всегда ждете от праздника 9 мая? С каким настроением всегда вы в этот день выходите на... Грудь наполняется чем-то, радостью какой-то. Не знаю, очень хорошо всегда. Особенно это, когда звучит песня Победы. Прям возвышенные какие-то чувства. Спасибо вам большое, не смею больше вас задерживать. Еще раз поздравляю с праздником и всего самого доброго. Всех с праздником. Горожане продолжают идти по Троицкому проспекту на площадь мира. Многие из них примут участие и в шествии бессмертного полка. В час дня шествия стартует с улицы Карла Маркса. Это рядом с гимназией номер 6. И шествия, конечно же, будем встречать мы здесь, в нашей телевизионной студии. В пятый раз проходит акция в Архангельске. Пожалуй, рекордное количество человек принимает участие в нашем городе воинской славы. Свыше 12 тысяч. Но надо сказать, что, Алексей, вы правильно отметили, сегодня во всех округах проходят торжественные события, посвященные Дню Великой Победы. Например, у культурного центра Соломбола Арт, у культурного центра Северной. В эти минуты продолжается народное гуляние с песнями, с танцами. В мае, Макси, несколько минут назад завершился торжественный митинг, посвященный Дню Великой Победы. Ну и на других площадках также происходят разные акции и мероприятия. Например, у Центра Патриот, это выставка военного оружия, оружие Победы, также пройдет акция. Солдатская каша, каждый может угоститься блюдами, приготовленными на полевой кухне. Стоит отметить, что у культурного центра Бакарица в 14 часов начнется концерт под названием «Письма фронта». Ну и у культурного центра Северной еще добавлю, что сегодня для детей очень много мастер-классов будет проходить. Так что, если вы по каким-то причинам не попадете в центр города, то и в округах много всего интересного будет происходить. Одним словом, празднование Победной весны в Архангельске началось, и мы продолжаем знакомить вас с последними событиями, последними эмоциями и настроениями, которыми, конечно, сегодня каждый Архангел-городец в этот день переполнен. В студии передаю вам слово. Алексей. Спасибо, Артемий. Мой коллега Артемий Заварзин работает на Троицком проспекте, в центре города Воинская Слава, в центре Архангельска. Там стоят наши телевизионные камеры для того, чтобы передать атмосферу праздника. Подходите, подходите к нашей камере и говорите спасибо тем, кто подарил нам счастье и мир на этой земле. Мы еще не раз включимся сегодня с Артемием. Сейчас с нами на связи Новодвинск. Праздник проходит, как уже было сказано, во всех уголках буквально нашей области. На прямой связи Новодвинск. Здравствуйте, коллеги. Как Новодвинск отмечает 9 мая? Новодвинск встречает День Победы песнями и танцами. На улице города работают фронтовые агитбригады. Настроение у горожан праздничное. Все ждут шествия бессмертного полка, традиционной майской эстафеты, митинга, танцевального флешмоба и, конечно же, салюта. Праздничный концерт передвижной агитбригады сразу привлек внимание горожан. Артисты выступали прямо в кузове бортовой машины. Фронтовые агитбригады играли важную роль на протяжении всей Великой Отечественной войны. Ведь они поддерживали боевой настрой советских солдат, песней, музыкой и танцами. Сегодня мы с ансамбля назвали такую нашу концертную программу на привале, где с нами могут вместе и потанцевать, и попеть. Всеми любимый известный руссконародную калинку, всеми любимый известный марш прощания славянки, туманы, частушки. Пойте, танцуйте, веселите. Фронтовая агитбригада – это целая летопись Великой Отечественной войны. Довольно часто идея выступления у артистов рождалась прямо на передовой. Время, мы помни, во мне ведь темно, Горица, чувстве, я не знаю. Хорошо выступают, молодцы. Вот и пришли посмотреть. Спасибо. Хорошее настроение. Праздничное. Днем Победы – это праздник, Великой праздник нашей Родины. Они воевали, танцевали, пели, любили, а самое главное – верили в победу, которая досталась ценой миллионов жизней. Спасибо нашим коллегам из Новодвинска. В течение программы у нас еще будет прямое включение из Котласа, и мы узнаем, как Котлашане отмечают День Победы, как Юг области нашей отмечает. Стоит обратить внимание, что особенно сегодня объединяет все уголки Архангельской области. Это масштабность празднования. 9 мая и спустя 72 года – неформальный праздник. Он объединяет многих, самых разных людей, и большую роль в этом сыграла акция «Бессмертный полк». Впервые она прошла в городе Томске в 2012 году и сегодня охватила все буквально-таки регионы России и некоторые страны зарубежья. В ряды «Бессмертного полка» встают дети, подростки, студенты, новые поколения, которые через свои семейные истории совсем по-другому взглянули на историю Великой Отечественной войны. Она перестает быть безликой страницей в учебнике. Своя история и вовсе не из учебника есть и у нашей сегодняшней героини Анны Саватевны Ладыгиной. Сегодня таких, как Анна Саватевна, принято называть «детьми войны». А что стоит за этой формулировкой? Анна Саватевна, здравствуйте. Здравствуйте. С днем Великой Победы вас. Спасибо. Всего вам только самого доброго и хорошего. Мы знаем, что когда началась война, вам было всего 8 лет. Скажите, а вот чем занимались ваши родители? И что значит, что в 8 лет у вас перестало быть детство? Да, война лишила нас детства. Не зря говорят, что дети войны – это особые дети. Я помню первый день начала войны. Это был очень красивый солнечный день, 22 июня 1941 года. В то время мы жили на 29-м месозаводе, что в Маймаксе. Но не в заводском поселке, а напротив была деревня на острове, которая так и называлась Лодмостро. Значит, в этой деревне было два ряда домов. Один ряд у речки, а другой за полем. Большим полем называли заполье. На поле обычно троица ставили качели мужчины. Дети играли, качались. И рядом были огороды. И в этот день женщины окучивали картошку, а дети катались на качеле. И вдруг соседка одна бегом бежит, запинаясь. И с таким криком и с плачем. Женки, война! Почтальон принес повестки всем мужикам. Страшные повестки. Страшные повестки. В деревне было где-то домов 16-17, наверное. И в каждом доме были мужчины, кроме нашего. То есть все ушли на фронт. Да. И даже не по одному. И сразу вся деревня опустела. Осталось три. Деда, это старшие в семье. И сразу дети в этих семьях стали взрослыми. Потому что матери заняли место отцов, а дети заняли место старших. Матерей в семье. Ну, в то время жизнь была такая, что если у вас частный дом, то был скот, животные. Ну, кого коровы, кого там овцы и козы. И дети взяли на себя обязанность ухаживать за животными. А матери пошли работать. Пошли работать на завод. Потом некоторых молодых женщин буквально вот где-то к осени уже отправили на рытье окопов. Это где-то в Карелии. А через месяц, буквально через месяц после вот этого дня, начало войны, пришла в деревню первая похоронка. Похоронка как раз на мужа той женщины, которая первая объявила нам, что началась война. Так совпало, да? Так совпало. Ана Саватина, а каким был Архангельск вот в годы войны? И как удалось пережить голодные 41-42 годы? Архангельск в годы войны не был прифронтовым городом, он был военным городом. Ну, наверное, всем известно, что во время войны в Архангельск приходили конвои военные, конвои, которые привозили по лингвизу вооружение, выгружали его на экономии на причале, а потом шли по реке Маймаксе, вставали к причалам лесозаводов и грузили пиломатериалы, увозили. И вот в это время, когда шли конвои, всегда их сопровождали немецкие самолеты. Были налеты. Они летели с моря, а сзади, вот мы уже потом переехали на 27-й лесозавод, и там тоже на речке мы жили, дом был на речке, а сзади, вот если вы хорошо знаете, Маймаксу, то по всей вероятности теперь асфальтовое шоссе до экономии, а раньше была деревянная мостовая и трамвайная линия, за которой был, ну, такой невысокий лесок, и там стояли зенитки. И как только самолеты летели, они обычно с моря заходили, летели самолеты, и зенитки начинали бить. То есть начинался, как говорят, бой. Страшно было? Ну, это было, первое время было очень страшно, потому что в доме дрожала вся посуда, все дрожало, а потом как-то привыкли, ко всему привыкаешь. Но самое страшное было, когда бомбили. Когда бомбили город, мы жили еще на 29-м. Но было видно, как летели бомбы и как поднимались столбы огня и дыма, когда разгромили канатную фабрику, потом технический институт, потом наш мединститут разбомбили. Было страшно. И многие жители города пытались как бы скрыться от этих бомбежек, и вот переезжали туда подальше от города, в деревню. Вот у нас в деревню тоже приехали несколько семей, разместились там у жителей. Анастасовна, вот вы сказали, ко всему привыкаешь. А разве можно привыкнуть к войне? Можно привыкнуть. Конечно, все это очень тяжело. Но привыкнуть можно. И уже не так страшно было, когда били зенитки и когда бомбили эти штабеля леса. Но на штабеля они выбрасывали зажигалки. Не фугасы, а зажигалки. И зажигалка, она крутилась так на штабеле. А потом, если ее не сбросить в бочку, она загоралась. То есть горы леса вот это вгорели, да? Да. Они пытались сжечь вот эти штабеля, которые увозили из Архангельска сюда, которые привозили нам вооружение там. Анастасовна, а каким был 9 мая 45-го года? И есть ли в вашей семье традиции, которые вы чтите до сих пор? Да, у нас есть традиции, которые мы чтим до сих пор. 9 мая мы всегда отмечаем. День 9 мая 45-го года все ждали еще начиная с 8-го числа. И все ждали, когда же голос Левитана раздастся в репродукторе и объявит, что закончилась война. Хотя мы уже знали, что Берлин пал, сводки слушали. А потом вдруг ночью где-то между 3 и 4 часами объявили, что Берлин пал, что подписан акт о капитуляции. И сразу все люди... Вот город, поселок, наш лесозаводский поселок на 27-м ожил. Песни, гармошки. Это было такое ликование. Просто, вы знаете, не пережить этого. Это вот два дня продолжался этот, как говорят, праздник. Ана Саватевна, спасибо вам огромное, что... А в нашей семье тоже есть погибшие. У нас в родне, в моей, не было мужчин вот такого возраста, поэтому в моей родне погибших нет. Есть один мамин брат, мой дядя, который погиб в Финскую войну. А вот в Отечественную войну погиб старший брат моего мужа, дядя моих сыновей. Вот. Ладыгин Николай Васильевич, 24-го года рождения. Он ушел, еще ему не исполнилось 18, добровольцем. И в 43-м году он погиб на Украине подровно. Ана Саватевна, спасибо вам большое, что вы сегодня пришли к нам на эфир. И я еще раз поздравляю вас с днем великой победы и здоровья, самое главное, здоровья. Спасибо. Спасибо вам огромное. И для эфира, я могу еще вам рассказать, я очень хорошо помню войну, вот понимаете, вот вы говорите, как холод и голод. Самый тяжелый был в 42-й год. В 42-м году, значит, видимо, даже муки не было. Вместо хлеба давали вот такой толщины сухари, за которыми стояли в очередь с вечера занимали. Людям-то надо было работать. Ана Саватевна, спасибо. Мы в прямом эфире работаем. Мы обязательно с вами еще встретимся и выслушаем ваши военные победные истории. А пока мы продолжаем нашу программу. И вот еще одна удивительная история. Архангелогородка Галина Сердечная впервые встретилась с художником и скульптором Сергеем Сюхиным, автором памятника жителям военного Архангельска, что в сквере победы. И выяснилось, что образ женщины в скромном платке с казанской иконой Божией Матери в руках как будто списан с реального человека – бабушки Галины Сердечной Прасковьи Михайловны. Когда в 41-м году были частые бомбежки, все из дома, ну, взрослые на чердак сбрасывали там бомбы фугаски, а большинство бежало в бомбоубежище около Макаровской бани. Мы жили там на Саримовича. А бабушка у меня настолько была верующая, что она верила, что она может сохранить вот наш район этот. И мы с ней, так как, наверное, ей скучно было одной, взрослой же никто не шел, и она брала меня, и мне было, наверное, 11-12 лет. И мы с ней обходили целый квартал от Саримовича до площади профсоюзов, то есть от Троицкого и до набережной. И, вы знаете, она молилась не за себя. Она с иконой была, и все время молилась за народ, чтобы этот район не разбомбили. И действительно, на наш район был сохранен, ни одна бомба не упала, хотя вот там на следующий квартал уже были и пожары, и все такое. Наблюдал неоднократно даже картину, когда вдруг случался трагедия в деревне пожар. Деревянные дома горят, и бабушки с иконой ходят вокруг домов. И действительно, где они проходили, пожар не распространялся дальше уже. То есть вот это все у меня совместилось. Я решил, что нужно сделать не бытовую сценку, а символ, мощный русский православный символ. Когда я стала взрослой, думаю, как же я у бабушки не спросила, как называется эта икона, которая так охраняла наш район. А потом уже мы разобрались, я увидела эту икону, я говорю, да вот же эта икона, с которой мы ходили. И она называлась «Неопалимая купина». Это самая сильная икона, когда бывают какие-то пожары или взрывы. Все равно ничего не сгорит, что она настолько охраняла вообще какой-то объект. И я думаю, что мы тоже с бабушкой сохранили этот наш район. И радовались, что действительно, наверное, это так. Военная история Архангельска хранит еще много интересного и трагического. Одна из таких страниц – школа Соловецких Юнг, которая готовила помощников на корабле и совсем еще мальчишек. Конечно, многие из них погибли. Кто-то не дожил до сегодняшнего дня. В этом году исполняется 75 лет со дня создания школы. В честь юбилейной даты скульптор Сергей Сюхин решил увековечить эту страницу истории. Как выяснила моя коллега Олеся Кокина, она сейчас на прямой связи с нашей студией из мастерской художника. Олеся, доброе победное утро. Вам слово. Здравствуйте, Алексей. Архангельск вписан в историю Великой Победы еще и благодаря Соловецкой школе Юнг. В этом году она отмечает свое 75-летие. За три года призыва это учебное заведение выпустило свыше 4000 квалифицированных кадров для советского флота. В этом году в Архангельске установят барельеф бронзи юнгам с Северного флота. Мы в гостях у автора проекта Сергея Сюхина. Здравствуйте, Сергей Никандрович. Расскажите, в чем особенность характера северных юнг? Здравствуйте. Особенность, она сразу видна на лицо. Это молодые ребятишки, ушастые, но они всегда любили круто надеть фуражку на бекрень. Ну, молодые же ребята были. Ну и очень интересно то, что они участвовали в основном в боевых действиях на лихих катерах, очень быстроходных. Поэтому я изобразил их такой троицей, это три богатыря. Вот таким образом, значит, лихие ребята сжимают автомат, бинокль, и им не почем северный морской ветер, который раздувает их ленты и воротники. И я полагаю, что когда мы установим такой барельеф на школу, то вот безликое здание, в чем всего искусство, оно сразу принимает лицо и дух здания, получается. Поэтому, когда школьники будут смотреть на этот барельеф, на своих, значит, одногодок, можно сказать, ребятишек, они наверняка захотят в какой-то степени им подражать. Я полагаю, что в этом и есть как раз патриотизм, который мы воспитывать будем с помощью монументального искусства. Спасибо. Напомню, что барельеф установят ко дню военно-морского флота в конце июля 2017 года. Алексей? Олеся, спасибо. Не прощаемся. Ждем сегодня от тебя свежей информации с праздничных площадок. Ну, а Сергея Никандровича поздравляем с Днем Победы, конечно. Все проекты, связанные с увековечиванием истории Великой Отечественной войны, сегодня очень актуальны. Проходят годы, и политики, в зависимости от веяния интересов нового времени, ставят задачи историкам корректировать историю. Сегодня этим очень сильно грешать за рубежом, отметая факты, которые еще два-три десятка лет назад не вызывали ни у кого сомнений. Поэтому в стране появилась передвижная выставка «Война и мифы». В преддверии Дня Победы она приехала в Архангельск, а открывал ее лично министр культуры России Владимир Мединский. Экспозиция посвящена событиям Великой Отечественной. Модели кораблей, участвовавших в сопровождении северных конвоев-союзников. Макет госпиталя, развернутого в Архангельске во время войны. Артефакты Великой Отечественной – лишь малая часть того, что можно посмотреть на выставке. Но самое главное – приводится доказательное опровержение фактов, которые сегодня западные политики и историки пытаются выдать за правду. К счастью, архангелогородцы неплохо помнят главные события Великой Отечественной войны. Это показал наш близ опрос. Хотя надо признать, что молодые люди заметно проигрывают в этих знаниях старшему поколению. Самая первая победа под Москвой, затем, конечно, Сталинградская битва, Курская битва. Очень много было битв во время Великой Отечественной войны, которые в конечном итоге принесли победу нашему народу. Самая такая, самая известная, наверное, и мне, и вам – это Сталинградская битва, когда мы смогли переломить ход войны и запустить немецких захватчиков назад себе в Германию. Танковое сражение под Прохоровкой. Чем оно важно? Ну как? Уже переломное было, уже как бы война-то, уже переломный этап уже был, что Сталинградская битва – это было очень уже важно, конечно. Да, уже перелом в войне был. У нас, видите, все родственники на Украине, все мои прадеды, деды, они погибли именно там. То есть это битва Житомир, Овруч, вот там и погибли дедушки все. Очень много там сожгли людей. И даже в нашем, лично в нашем доме, как говорила бабушка Тоня, жили немцы, но попались добрые. То есть выгнали ее с детьми, они жили в погребе, но их не мучили, просто заставляли работать, то есть не издевались. Битва под Москвой, битва под Сталинградом, битва, севастопольская битва, когда Севастополь оставили. Переломная битва под Москвой, самая-самая переломная битва, когда наши победили и стали фашисты отступать. Я думаю, любая битва, она важна для нас, потому что мы сейчас живем под мирным небом. Спасибо нашим дедам. Роман Юрьевич, доброе победное утро. Доброе утро, Алексей. С праздником вас. Спасибо. Вносятся корректировки в объемы трактовки, анализ событий Великой Отечественной и Второй мировой войны. От чего это зависит? Ну, это зависит очень от многих факторов, потому что, с одной стороны, конечно, задача историков – это сохранить правду о войне, сохранить историю такой, как она была на самом деле. Но есть и другая проблема. Каждое новое поколение хочет увидеть себя и задает новые вопросы по отношению к прошлому. И в связи с этим получает порой совершенно новые ответы, парадоксально отличающиеся от тех, которые задавались в предшествующей эпохе. Соответственно, и трактовки, изменение трактовок войны, оно действительно неизбежно. Но все-таки знать основную конву событий, которые происходили, фактологию Второй мировой Великой Отечественной войны, конечно же, очень важно. А насколько интересна сегодня история вашим студентам? Они знают ее? – Хороший вопрос. Проблема у нас заключается в том, что с переходом на концентрическую систему преподавания истории в школе у нас резко сократился вообще количество времени на изучение событий Второй мировой Великой Отечественной войны. Если в советской школе и в 90-е годы до 20 часов выделялось на изучение Великой Отечественной войны, и я уже молчу о том, что материал по литературе тоже подавался, связанный с Великой Отечественной войной. Сын полка, сын артиллериста, другие произведения. Но буквально с первого класса школьник знакомился с материалом, связанным с войной. То в 2000-е годы это буквально 4-5 часов в 9-м классе и плюс несколько часов в 11-м классе в повторительно обобщающем курсе. Понятно, что за это короткое время сообщить тот объем информации, который сообщался прежде, абсолютно невозможно. И отсюда вот эта разница в знаниях, которые продемонстрировал ваш уличный блиц-опрос. Ну и, соответственно, сегодняшние дети это тоже студенты, это, ну можно так и сказать, жертвы вот этой новой школьной программы, как это изучалось вот в 90-е годы. Я хочу сказать, что мы сейчас переходим на новый историко-культурный стандарт, который перед нами ставит новый вызов. Потому что, с одной стороны, он качественно поднимает планку требований, что должны знать наши школьники о Великой Отечественной войне. Но, с другой стороны, времени на изучение этого материала становится еще меньше, потому что теперь 20-й век будет изучаться только один раз в 10-м классе. И, соответственно, всего один раз школьники будут проходить этот материал. Но мне хотелось бы сказать здесь, что это ведь не только задача учителя истории, да, и преподавателя истории транслировать знания о войне подрастающему поколению. Это, конечно же, задача внеурочной работы, вне классной работы различных общественных организаций, вот того же самого Российского военно-исторического общества, членом которого я являюсь, и который устроил эту выставку сейчас в Архангельске. Вот. И нашими общими усилиями, конечно же, семейная память. Это нельзя сбрасывать со счетов. Традиции. Это все работает на общую задачу сохранения памяти о Великой Отечественной Второй мировой войне. Роман Юрьевич, вот вы как профессиональный историк, как бы сегодня сформулировали определения и итоги Великой Отечественной и Второй мировой? Ну, для меня, как для историка, война вообще, конечно же, одна. Потому что долгие десятилетия мы искусственно вычленяли Великую Отечественную войну из общего контекста Второй мировой войны. Все-таки это не совсем оправдано. Вот. А главный итог я бы сформулировал, и мне кажется, он вневременной, и тем он важен для нас, что несмотря ни на какие идейные расхождения среди стран-участниц антигитлеровской коалиции, мы все вместе, да, и только вместе смогли победить фашизм. И благодаря этому все ныне существующие страны и Европы, и других регионов мира продолжают свое существование. Вот в этом главный урок войны, что все вместе мы можем сокрушить любое самое страшное зло, которое до этого казалось непобедимым. Роман Юрьевич, я благодарю вас, что вы в День Победы нашли время, пришли к нам в гости еще раз с праздником. Вам спасибо. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Телефон студии 63-97-17. И сейчас мне подсказывают, что с нами на связь выходит юг нашей области. Это город Котлос. Коллеги, здравствуйте. Как Котлос отмечает День Победы? Здравствуйте, Алексей. В Котлосе по традиции, как и во многих других городах, наш странный День Победы начался с торжественного шествия. Колонна стартовала около Стеллы и прошла по главным улицам города Кузнецова, Маяковского и Мелентьева. Надо сказать, что котлашане, как всегда, активны. В этом году их не испугала даже погода. Добавлю, что обычно в День Победы на юге региона где-то плюс 15-20 градусов. Сегодня всего лишь чуть выше нуля. Но еще раз подчеркну, что на настроение котлашан, на их активность это никаким образом не повлияло. Почтить память павших, отдать дань уважения отцам, дедам и прадедам вышли тысячи горожан. Как мы видим, здесь и представители трудовых коллективов, и просто семьи. Большинство из них в полном составе. От главы семейства до самых маленьких детей. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вообще как часто вы принимаете участие в торжественном шествии, и что для вашей семьи значит этот праздник? Мы ежегодно принимаем участие в торжественном шествии. Для нас это самый большой праздник, который может быть вообще в жизни российского и советского народа. Вместе с котлашанами в ряды праздничного шествия в этом году встали и те герои, которые не вернулись в поле сражения или умерли в послевоенные годы. Это тоже традиция котлоса. В акции «Бессмертный полк» приняли участие большое количество жителей нашего города. Они внесли в руках фотографии своих родных и близких. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, кто изображен на вашей фотографии, где он принимал участие? Отец. Восемь лет воевал. Финскую компанию принимал. На флоте. Северный флот. Насколько вы считаете вообще важной и значимой вот эта акция «Бессмертный полк», чтобы в шествии прошли и те герои, которые не дожили, к сожалению, до сегодняшних дней? Ой, для меня это очень важно. Это так, это радостно. Даже радуешься за них и сама радуюсь. Одна из военных достопримечательностей котлоса – это автомобиль Героя Советского Союза Сергея Рябова. После военные годы он жил и работал в нашем городе, возглавлял автотранспортное предприятие. Во время Великой Отечественной героический летчик уничтожил более 200 единиц фашистских боеприпасов и стратегических объектов. Сразу за автомобилем духовой оркестр. Это тоже наша традиция. Музыканты не только задают ритм шествию, но и создают особое, пропитанное духом патриотизма и гордостью за нашу страну настроение. Ветераны, те, кто счастью сегодня находятся в боевом строю, ждут участников акции «Увечного огня». Здесь уже буквально вот только что завершился ритуал памяти и возложения цветов к мемориалу погибшим воинам Котлашана. Также в этом году Котласнов присоединился к числу городов, которые устанавливают рекорд победы. В этом году его цель набрать 26 298 отжиманий. По одному за каждый прожитый мирный день после Великой Отечественной войны. Как там показывают картинку, сейчас количество желающих принять участие и установить свой рекорд победы очень много. Причем среди них не только мужчины, но и представительницы слабого пола, а также маленькие дети. И это лишь самое начало празднования в Котласе 72-й годовщины со дня Великой Победы. Так скажем, ее официальная, торжественная часть. Самые мероприятия будут продолжаться до самого вечера. Впереди Котлашан ждут полевая кухня, танцы под духовой оркестр. Будут работать различные фото, зоны, выставки. Все желающие смогут принять участие в легкоатлетической эстафете. Так что этот день в Котласе обещает быть очень насыщенным. Алексей. Спасибо, Елена. Моя коллега Елена Кермич рассказала, как Котлашане отмечают сегодня День Победы. Ну а что происходит на улицах Архангельска, мы сейчас узнаем у моего коллеги Артемия Заварзина. Он в гуще событий на проспекте Троицком. Артемий, еще раз здравствуйте. Уже известно, сколько человек пройдет по улицам Архангельска в составе Бессмертного полка. Алексей, еще раз здравствуйте. Еще раз праздником вас и всех наших телезрителей, тех, кто с нами с 12 часов и тех, кто только присоединился к прямому эфиру. Дамы на Троицком проспекте совсем скоро начнется шествие Бессмертного полка. А свыше 12 тысяч человек пройдут в его рядах. В стороне от этой акции не осталась и семья Шпур, рядом со мной Лидия, глава семейства Роман и их замечательные дети Дарья и Гордей. Я так понимаю, что вы пришли поддержать участников Бессмертного полка сегодня. Почему решили это сделать, прийти сюда? Да, здравствуйте, уважаемые жители, земляки наши. Мы приехали из поселка Катунино, там тоже присутствовали на митинге и, воодушевившись этим всем настроением, приехали в город Архангельск. Конечно, хотим поддержать акцию Бессмертный полк, так как воевали наши прадеды, без вести пропали, к сожалению. Многих даже ничего не известно. У вашей семьи, я так понимаю, также есть, да, своя, как и у каждой семьи, история. Много историй сегодня мы увидим, когда будем наблюдать шествие Бессмертного полка. На ваш взгляд, в чем сила этой акции сегодня? Ведь с каждым годом все больше и больше людей. Ну, мне кажется, несомненно, эта акция объединяет вообще весь народ. Мне кажется, это замечательный праздник, который в наше тяжелое время объединяет все население, да, нашей огромной страны. Ну, в общем, замечательная акция. Глава семейства, может быть, что-нибудь добавит. Роман, как настроение у вас сегодня, что бы хотели Архангелогородцам сказать в этот день? Настроение хорошее, прекрасно. И в этот знаменательный день хочется поздравить всех архангелогородцев с праздником и сказать спасибо нашим дедам, прадедам за то, что подарили жизнь нам и нашим детям с праздником. Ну, ребятки тоже что-нибудь добавят? Может быть, несколько слов поздравлений Архангелогородцам? Поздравляем с Днем Победы всех жителей Архангельской области, ветеранов... Долгих лет жизни. Долгих лет жизни. Спасибо большое, спасибо вам большое, что уделили нам несколько минут. И еще раз с праздником всю вашу семью. Спасибо большое. Спасибо. Горожане продолжают стремительно идти по Троицкому проспекту. Навстречу бессмертному полку колонна будет формироваться. Напоминаю, у стен гимназии номер 6 там будет голова шествия. Надо сказать, что по последним данным от 12 до 15 тысяч человек примут участие в этой акции. Точную цифру Алексею сказать сложно. Почему? Потому что ведь придут не только люди со специально изготовленными штендерами, с портретами своих родственников, но и придут просто горожане с черно-белыми фотографиями, с листами формата А4, где просто написано фамилия, имя деда, прадеда, бабушки, прабабушки и вольются в одну большую колонну. Добавлю, что в колонне будет 20 рот. Вот, например, впервые в составе бессмертного полка пройдет рота северных конвоев из стран антигитлеровской коалиции. Те, кто участвовал в тех событиях в составе северных конвоев, сегодня тоже будут смотреть на нас с портретов, которые пронесут архангелогородцы. Третья рота – это рота «Дети войны», железнодорожная рота, рота «Морская» – это работники речного и морского транспорта. Также в составе бессмертного полка рота «Росгвардии», рота «МВД», работники и ветераны подразделения МВД. 15-я рота, значит, она под номером 15, рота «Сафу» имени Ломоносова, студенты, ветераны и работники «Сафу». Также пройду в составе бессмертного полка. Молодежь, члены студенческих отрядов пройдут в 18-й роте и завершающее шествие рота номер 20 – это медицинская рота, так называемая. Ветераны, работники и студенты-медики. Надо сказать, что во всей стране в акции «Бессмертный полк» больше нигде медицинской роты нет. Вот в этом особенность шествия у нас в Архангельске. И добавлю, что впервые будет сформирована рота участников северных конвоев. В 13 часов плюс-минус несколько минут начнется шествие бессмертного полка. Формируется он, колонна у стен гимназии номер 6. Кратенько о маршруте, но я думаю, что всем он известен. Это проспект Троицкий с поворотом от улицы Воскресенской на набережную и там до площади мира. И впервые за всю пятилетнюю историю акции «Бессмертный полк» в Архангельске состоится церемониал коленопреклонения перед знаменем Победы. Ну а в 14 часов у стен центра «Патриот» пройдет выставка оружия, оружие Победы, праздничная программа. И состоится акция «Солдатская каша». Итак, ждем «Бессмертный полк» здесь минуту на минуту на Троицком проспекте. Горожане продолжают идти навстречу «Бессмертному полку» с цветами, с флагами, знаменами и, конечно, георгиевскими ленточками. Ну и самое главное, с улыбками и хорошим настроением. Надо сказать, что погода, вопреки всем прогнозам синоптиков, неутешительным прогнозам, все-таки вполне позволяет пройтись по улицам Архангельска. Ну и, наверное, даже погода сегодня не самая главная. Думаю, вы, коллега, со мной согласитесь. Алексей? Спасибо, Артемий. Артемий Заварзин на прямой связи с нашей студией, с улиц праздничного Архангельска. Мы обязательно будем транслировать сегодня шествие «Бессмертного полка» и в прямом эфире вы это все увидите. Программа празднования Дня Победы в Архангельске начинается обязательно с возложения цветов к памятникам. В этой церемонии участвуют первые лица города и области, политики, общественники, ветераны. Ирина Ившина только что вернулась с одной из таких площадок и готова поделиться с нами впечатлениями. По большому счету, именно от памятника адмиралу Николаю Кузнецову и начались сегодня общегородские праздничные мероприятия в Архангельске. Холодной пасмурной погоды не испугались ни ветераны, ни официальные лица, ни горожане с детьми. Все понимали опасность, все понимали, что предстоит тяжелое испытание для нашей Родины. И тем не менее у всех на лицах была надежда на то, чтобы в конечном итоге победили. О своем вкладе в победу адмирал Николай Кузнецов обычно умалчивал. В июне 41-го, не дожидаясь команды сверху, нарком ВМФ Кузнецов перевел в флот состояние боевой готовности номер один. Тем самым он спас тысячи жизней моряков. Он являлся тем человеком, который предупредил заранее российский флот о наступлении врага. Конечно, он рисковал, он полагался полностью на свое чутье, на свою мудрость, на жизненный опыт. Моряки ведь везде впереди шли. Моряки бесстрашные люди были. Вот как нам рассказывали про наш дивизион. Ходили с гранатами на королевых противников. Потому что маленькие к нам лечили, противолодочные. С гранатами ходили. Впрочем, за российский флот и сегодня готов поручиться каждый моряк. Наш северный флот и весь военно-морской флот нас не подведет. От адмирала Кузнецова процессия двинулась в сторону другого знакового памятника – юнгам северного флота. Последние в списке, но не последние по значимости – стела «Архангельск. Город воинской славы» и памятник участникам северных конвоев. Ирина Ивишина, Александр Кузнецов, Архангельское телевидение. Еще одна история. Архангельские поисковики присоединились к всероссийскому проекту «Дорога домой». Около центра «Патриот» прошла торжественная церемония, посвященная отправке народнику на родину в село Солодники Астраханской области останков солдата Андрея Перегудова, которые были обнаружены в 2015 году. Андрей Семенович Перегудов воевал на Карельском фронте. Радость победы с товарищами разделить было не суждено. Он погиб в мае 1942-го. Благодаря нашим поисковикам удалось найти родственников бойца в Астраханской области в селе Солодники. Именно там, 4 мая, прошла торжественная церемония захоронения солдата. На протяжении почти четверти века наши поисковики принимают участие в экспедициях в Архангельско-Ленинградской и Тверской областях Республики Карелия. За это время были найдены и перезахоронены останки сотен бойцов Красной Армии. И сейчас у нас в студии командир поискового отряда «Вихр» Валентина Крылова. Валентина, добрый день. С праздником вас. Спасибо. Вас тоже с праздником. Скажите, пожалуйста, а зачем нужно искать военные истории? Ну, поисковики руководствуются фразой известной, что война не закончена, пока не найден последний солдат. Это необходимо, потому что мы должны этим людям, которые лежат в земле, обязаны своей жизнью, мирным небом над головой. Для вас какая самая трогательная история? Ну, возможно, история, которая привела меня в поисковики. То есть на родине, в моей деревне, я родом из Вильского района, привезли поисковики-останки брата моего прадедушки. И это меня заинтересовало, конечно, я очень прочувствовалась, и поэтому я стала бойцом поискового отряда. В этом году сколько удалось найти наших солдат? Ну, об этом еще рано говорить. То есть поисковые экспедиции еще по всей стране идут, длятся. Думаю, итоги будут чуть позже. Чуть позже, да? Ну, а к 9 мая? Или нет цифры такой, пока еще не подводили, да? С каким настроением вы сегодня встречаете праздник, отмечаете праздник? Безусловно, с гордостью за свою страну, за те подвиги, которые совершили наши солдаты. Конечно, это радость, но и есть доля горечи, да, которая связана с теми потерями, которые понесла наша страна в этой войне. Я, Валентина, благодарю вас и в вашем лице всех ваших коллег за то, что вы делаете такое по-настоящему благородное и благое дело. Возвращайте историю всем нам через наших солдат. Спасибо вам еще раз и с праздником. С праздником. Отдать дань памяти ветеранам, тем, кто погиб на фронтах Великой Отечественной, ушел из жизни уже в мирное время, смогли и мы, журналисты Архангельского телевидения. Вместо микрофонов, камер и штативов – кисточки, грабли и метлы. Инструменты новые, но миссия прежняя – высветить очередную городскую проблему и показать пути ее решения. Ирина Ившина, продюсер и корреспондент Архангельского телевидения, увидев, сколько могил солдат Великой Отечественной войны на Соломбальском кладбище заброшено, в преддверии 9 мая предложила нам провести единственный выходной с пользой. Когда накануне 9 мая встал вопрос, что нужно бы отдать дань памяти, я предложила нашим коллегам приехать на это кладбище и привести в порядок эти могилы. Я когда-то давным-давно прочитала такую фразу, я в нее очень верю, что мертвые живы только пока мы о них помним. Поэтому я думаю, что эти люди еще поживут. Бригада добровольных помощников сформировалась быстро. Из хорошо знакомых телезрителям, корреспондентов и редакторов Архангельского ТВ. Непогода нас не остановила. Приходим к кладбище и видим, что здесь мусор, который лежит, какие-то бутылки, какие-то мешки, которые можно было бы спокойно, нормально взять, убрать и вынести. Но мы этого не делаем. Почему? Давайте зададимся этим вопросом. Давайте внесем маленькую лепту хотя бы вот в такое дело. Те могилы, которые сегодня прибирали, тех ветеранов, мы абсолютно не знаем истории этих людей. Мы не знаем, кем они были в жизни, какие профессии у них были, но мы абсолютно уверены, что они вместе с нашими дедами и прадедами воевали на фронтах Великой Отечественной. И мы сегодня, их потомки, все, что можем делать, мы стараемся это делать. Инвентарь нам подвезли из администрации Соломбальского округа и пообещали в первый же рабочий день вывезти мешки с мусором, оставшиеся после субботника. Иначе очень быстро они превратятся в новые несанкционированные свалки. Когда люди приходят, они, бывает, мусор выносят не на те места, которые для этого предназначены. Всегда можно взять то, что вы собрали, с вашей могилы и вынести за пределы кладбища. Мусорные баки, они есть всегда здесь стоят. Итог субботника. Шесть обновленных памятников со вновь заолевшими на них звездами. Всего же на Соломбальском кладбище покоятся более тысячи участников боевых действий 1941-1945 годов. Одним повезло, за их могилками приглядывают родственники. Но много и таких, где звезды помяты, памятники покосились, а надгробия завалены сухостоем. Мы уверены, нет ничего проще, чем подхватить эстафету памяти. Светлана Дейнека, Вадим Федосеев, Денис Линчевский, Архангельское телевидение. И сейчас с нами на прямой связи моя коллега Олеся Кокина. Она работала на торжественном митинге у Вечного огня на площади мира. Олеся, поздравляю с Днем Победы. Вам слово. Алексей, я тоже вас поздравляю с Днем Победы. Буквально несколько минут назад завершился торжественный митинг на площади мира в честь 72-й годовщины Великой Победы. Сотни архангелогородцев собрались у Вечного огня, чтобы посмотреть самую зрелищную его часть – парад. В нем, по традиции, принимают участие все родовоиск, проходящих службу на территории нашего региона. В этом году впервые в нем приняли участие ребята из Всероссийской патриотической организации «Юнармия». В целом атмосфера была крайне торжественная. Праздник чувствуется в настроении горожан, в настроении ветеранов, которые, по традиции, занимали самое почетное место в процессе митинга. Без лишних слов предлагаю посмотреть, как это было. Алексей. По площади маршируют курсанты Арктического морского института. Спасибо, Олеся. Напоминаем, Олеся Кокина работала на торжественном митинге сегодня, который уже состоялся у Вечного огня. В преддверии праздника новую песню про бессмертный полк написал архангельский композитор Сергей Сараев и даже сделал клип. Сергей Васильевич, приветствую вас с праздником, с Днем Победы. И давайте сначала посмотрим фрагмент клипа, который получился. И все, кто мог держать ружье, кто понимал опасность в мире, здоровье не жалел свое. А горе разрасталось шире, и город быстро опустел. Осталась тьма и вой сирены. Враг подойти к нам не посмел. Восстал Архангельс, как из плена. Бессмертный полк, бессмертный полк, бессмертный. Архангельс помнит ваши имена. Бессмертный полк, бессмертный полк, бессмертный. Сергей Васильевич, у этого клипа много авторов. Расскажите, кто участвовал. Ну, здесь, что мне хочется сказать, что здесь эту песню, я, как вы знаете, что я всегда, каждой знаменательной дате, ни одного памятика нет в Архангельске, и улице, где бы я не стал музыку. И также мне захотелось написать то, что наш Архангельск, если есть бессмертный полк для всей России, но я решил написать для Архангельска. И вот с моим другом Евгением Богданом, с которым мы уже написали очень много песен, я написал это произведение. А попросил, с которыми ребята из СГМУ, которые сегодня впервые медицинские пойдут в полк, они исполнили эту песню. Исполнили? Да, руководитель Илья Легков, конечно. Сергей Васильевич, кого бы вы сегодня хотели поздравить с праздником? Ну, мне хочется поздравить, конечно, наш городской совет ветеранов, всех ветеранов, которые выжили, которые желали долгих лет победы, всех горожан. И вообще весь наш советский народ, чтобы больше не было войны, и чтобы над нами было чистое небо. Сергей Васильевич, у вас фотография, кто на ней изображал? На этой фотографии мой тесть Шматов Николай Иванович, который входил в особый отряд кораблей на Большой Охотник 1027. То есть они были подбиты, и выплыли только двое, он и капитан. Сергей Васильевич, я благодарю вас, что вы нашли время, пришли сегодня к нам с Тойгой. Спасибо за песню. Хочу сказать, что в Архангельске колонны Бессмертного полка стартуют в 13 часов, они пойдут по Троицкому проспекту, ну а в Нинецком автономном округе торжественное шествие Бессмертного полка уже завершилось. По улицам Нарьянмара и других поселений округа прошли более 8 тысяч человек. Люди несли портреты своих родственников, участников Великой Отечественной войны. В Нинецком автономном округе сегодня еще холоднее, чем у нас, но, похоже, погода никого не остановила. Участники акции оделись по-зимнему и гордо прошагались с портретами своих героев. Мы приветствуем Нарьянмарцев и поздравляем их, конечно же, с Днем Победы. Здравствуйте. Кто изображен у вас на портрете? Это мой отец. Как его зовут? Позеев Алексей Петрович. Расскажите историю, что знаете о том, где воевал, когда вернулся. Мой папа воевал на Карельском фронте, но был призван еще до войны за два года. В 1939-м вернулся в 1947-м, дослуживал. Расскажите, что папа рассказывал, какие истории, может быть? Он служил в разведке, истории много не рассказывал, он не любил хвалиться. Стреляли, пули свистели, осколки. Живы будем, не помрем. Гордитесь? Очень гордитесь. И внук вот со мной, мой внук. Приемственность поколения есть? Рассказывайте внуку. Он все знает, все награды, все знает. Спасибо большое. Спасибо за вашу память с праздником. Идем дальше. Здравствуйте. Расскажите, кто у вас на портретах изображал? Витя? Отец. Карельский Петр Михайлович. Расскажите, что знаете, где воевал, когда ушел на фронт? В 43-м ушел на фронт, в 45-м вернулся. Имеет медали за отвагу, гвардеец, за взятие Будапешта. 8 мая 45-го закончил войну в Будапеште. Что рассказывал, папа? Какие истории? Ну, особо не рассказывал. Не очень разговорчивый. Он не любил рассказывать. Да. Вообще про войну не любил рассказывать. Видимо, очень тяжело было, поэтому не рассказывал. Да. Гордитесь? Конечно. Всего ничего. Под Ржевом без вести и ничего, даже военной фотографии не осталось. Абсолютно ничего. То есть пропал без вести, ничего не известно, да? Да. И дети, вот трое детей осталось. Моя мама, ну, по тем законам, даже пенсию не получали. А вы пытались как-то найти, может быть? Пытались, пытались, да. В мемориале есть данные, немножко искажены, дата рождения искажена. Вот пытаемся сейчас в военный архив сделать запрос, потому что все, что было под Ржевом, там засекречено было, потому что данных не было никаких абсолютно. Сейчас потихонечку что-то выкладывается, но я думаю, что пока поисковики, если не наткнуться, потому что их загнали в болото, там один свидетель был, а он был командиром. Его как командира практически первого сдали. Вот он видел, что его волокли, а дальше судьба неизвестна. Такие дела. Спасибо, с праздником. И вас тоже. С праздником, спасибо. Идем дальше. Здравствуйте. Расскажите, кто изображен у вас на портрете? Там мой прадед Мухорин Павел Иванович погиб, освобождая плакатный Ленинград от кольца фашистского. Что знаете о прадеде? Где-то черпали информацию в источниках, в архивах? У нас все родственники знают, как погиб прадед. Он был в Верховашском районе в одном из сельских поселений, председателем сельского совета. У него была бронь, но он ушел добровольцем на фронт и спустя год погиб. Гордитесь? Очень. Обязательно. А детям рассказываете о подвиге? Конечно. Вот можно спросить, они все знают. Все знают? Конечно. Расскажи, что знаешь? Это получается прадедушка? Это прапрадедушка. Прапрадедушка. Как зовут? Мухорин Павел Иванович. А что знаешь, где воевал прапрадедушка? По Ленинградам. По Ленинградам. Ты гордишься? Угу. Молодец, с праздником, спасибо. Спасибо. Здравствуйте. Кто изображен у вас на портрете? Это отец. Как зовут папа? Участник конституции. Я пускай Иван Степанович. Расскажите, что... Где папа служил? Когда ушел? Так. Он пошел в армию в 40-м году. Уволился в 46-м. Так. После ранения был в СМЕШ и служил. Знаете такое СМЕШ? Нет. СМЕШ-клёном такая организация НКВД была. Все. Что папа рассказывал? Какие-то истории? Много рассказывал, сейчас тоже не помню. Давно уже было. Спасибо. С праздником. Спасибо за вашу память. Здравствуйте. Кто изображен у вас на портрете? Это мой дедушка. Кропивин Николай Прохорович. Их три брата было. Вот вся моя семья впереди идет. Здоровья вам. Спасибо. С праздником. Здравствуйте. Кто изображен у вас на портрете? На портрете изображен мой дед Немыто Федор Гаврилович. Принимал участие в боях на Северном фронте, на Карельском. Вернулся с войны, дедушка? Да, вернулся с войны с наградами, с ранениями, в том числе и тяжелые ранения. А что рассказывал? Какие истории? Ну, к сожалению, он рано умер, и я его не застал. Спасибо большое. С праздником. Папа, с праздником. Бессмертный полк уже зашел на площадь Маратей. Вы видите эту колонну? Все несут над головами портреты своих отцов, матерей, прадедов и дедов. Сейчас колонна закончит свое шествие и начнется парад. Спасибо коллегам из Нарьянмара. Мы тоже гордимся теми, кто пройдет сегодня в составе бессмертного полка в Архангельске. Я передаю эстафету Светлане Дайнека. Она будет комментировать прямую трансляцию шествия бессмертного полка, которая начнется буквально-таки через несколько минут. Еще раз поздравляю всех, всех с праздником, с Великим Днем, Днем Победы. Увидимся позже, а пока проект помним, гордимся, помогаем. Более пяти лет сеть супермаркетов «Сигма» реализует социальную благотворительную программу «Помним, гордимся, помогаем». Часть средств, вырученных от продажи пакетов символикой акции, идет на поддержку ветеранов. Редкий гость в аморской столице пройдет по Чумбаровке, не улыбнувшись бронзовому сене-малине или не пожав руку Степану Писахову. Но есть здесь монумент, который заставляет непременно остановиться и задуматься. Это памятник жителям военного Архангельска. Женщина и ребенок, успев взять из дома, только самое ценное спасается от бомбежки. Такой девочкой с куклой была и Валя Андреева. Сегодня Валентина Николаевна – героиня нашей программы. Когда объявили воздушную тревогу, у нас бомбоубежище было рядом. Мы закрывали окна, завешивали окна, выключали свет. Уже коптилочки были у нас. И вы знаете, бабушка брала чемоданчик кожаный обязательно, пуховый платочек складывала, маленький коврик, вот икону Казанской Божьей Матери, потому что она была родом из Анеги, а там престольный праздник, посвященный вот этой иконе. Документы брала. Я брала куклу свою, тряпичную. Мои сестречки двоюродные тоже. Пупсика брала, сестра. И мы бежали в бомбоубежище. И вы знаете, вот мы сидели, вот как цыплята на нас есть. Близко-близко была тишина необыкновенная. И бабушка, когда бомбежка начиналась и заканчивалась, она говорит, девки, я старая уже. Я сбегаю и посмотрю, стоит ли наш дом. И однажды она пришла уже в слезах. Дом, который рядом, упала фугасная бомба. И как бы разорван был дом. И вот я помню сейчас, что почему-то с чердака свисало тело тот, кто дежурил там. Я жила здесь рядом, на Володарского 24А. Такие два больших, деревянных, шестиквартирных дома были большие. И к одному дому и к второму проходили мосточки деревянные. Вот этот стук, стук, стук. Когда наши соседи, мужчины, уходили с повестками в военкомат, я до сих пор вот слышу. И слышу вот этот вой. Мужчины шли, несколько человек. Было очень тепло. Но они почему-то в фуфайке были. Один даже был в меховой шапке. Обязательно рюкзак был, сапоги. И вот жены за ними бежали. Матери, дети хватали их, знаете, вот как бы хотели задержать. Кто-то бабушке принес селедочку свежую, немножко. И вот бабушка положила ее запекать, и начался пожар. И у нас все сгорело. И эта селедочка. Вот эта трехэтажка, она знает всю историю трагическую этих домов. Наших жителей, как уходили на фронт наши деды, прадеды наши, сыновья, братья, сестры, как плакали здесь все. Когда дом сгорел, 43-й год, нас переселили. Вот здесь, на территорию нашей улицы, тут Володарского, за школой, был барак. Это раньше была конюшня. А напротив, почти, вот здесь, за этим домом, был мой детский садик, номер 24. Нас пригласили в госпиталь выступить с концертом. Мне шили розовое платьице из марли, все было в цветочках украшено, и веночек был сделан. А маленькие девочки, они были цветочками в этом танце. И вот мы вышагиваем по Поморской, сюда, в госпитале. Госпиталь сделан был в помещении 22-й школы. И сюда привозили раненых, обмороженных с Карельского фронта. А какая песня это была? От горького зимнего сна. Свои лепестки распускаем, и славим тебя весна. Значит, кружились. А я потом пела. Цветы, цветы, о, как сейчас увидеть каждый хочет вас, Чтобы сбылись все мечты. Сюда, сюда, мои цветы. И опять мы кружились. И вот когда концерт закончился, нас подтолкнули к раненым. И я помню, что я... Он меня одной рукой... Это у него рука была так, была вся в бинтах, вот черная. Он меня подхватил, вот не помню. И вот прижал щекой, да? И щека такая колючая-колючая, вот прямо здесь. И вот так слеза вот по этому месту. Так его слеза. Кого он вспомнил, не знаю. То ли дочку, то ли кого-то. Но он плакал. Когда я уже работала в городском совете ветеранов, мы сделали большой праздник в АГКЦ, посвященный медикам нашего города. И вот этот танец Архангельский городской культурный центр восстановил полностью. А потом вы пришли работать учительницей в эту школу. Да, я пришла работать. У меня сначала пришла воспитательница группы проведенного дня. И 40 лет вы посвятили школе? Да, почти 40 лет. Да, почти 38 с лишним, да, если так. А 10 лет из них были директором? Директором школы, да. И 10 лет организатором была. Два года заучим. Вот так. А в этом доме, Валентина Николаевна, вы как оказались? Вот когда у меня тетя приехала из Сибири, она стала работать в ПИНРО, в лаборатории с Ксенией Петровной ГЕМП. И здесь нам дали комнатку. В 47-м году нам отвинили карточную систему. И вот бабушка купила в магазине буханку хлеба, принесла сюда. Принесла. А тетя принесла еще гематогены из аптеки. Она в аптеке работала. И бабушка у меня... Я говорю, бабушка, можно мне хлеба все еще так держать? Режь. Она мне так кусок отрезала этого хлеба. Намазали гематогеном, как вареньем. И до сих пор я вкус помню. И все помню это. У меня мама умерла год 8 месяцев. Папа был военный. Я зашла на кухню с бабушкой. Он сидит на кухне, и перед ним пустая баночка из-под консервов. И ножницы по железу. И вот он что-то делает. И когда он закончил работу, бабушка маме говорит, мама, подойди. Вот светилочка эта тебе. Я налил туда керосина. Вам это пригодится. Мы поставили на полочку ее. И рано утром он встал уже в форме. Тут на коридоре около кухни. Встал на колени. Обнял меня. Поцеловал. И сказал, мама, сбереги мне только Валюшку. И он ушел. И он погиб на фронте в 1942 году в деревне Москве. Под Ленинградом. В 1944 году, 1 сентября, я пошла в первый класс 17-й неполной средней женской школы. Вот эти тополя мы высаживали в 1951 году, когда заканчивали 7 классов. Наступает май 45-го года. Победный май. И уже день Победы, 9-го числа, это был необыкновенный день. Необыкновенный. Я помню, как я бежала по улице с Рифимовича, когда узнала. И кричала всем. На весь город кричала. Никогда в жизни не кричала. Победа, победа, победа. Мне казалось, что никто об этом и не знает. Когда мы пришли на площадь, там музыка. Там обнимаются, целуются. Все. И, конечно, салют. Необыкновенный был салют. И музыка. И вот, когда пришли мы в школу на следующий день, там, 10-й, 18-го числа, у нас было прощание с первым классом, перевод во второй класс. И вот Александра Савельевна, когда вручала нам табеля и похвальные грамоты, у меня похвальная грамота была, она сказала, обращаясь к девочкам, «Милые мои девочки, запомните, каждая ваша пятерка – это маленькая звездочка в нашем салюте Победы». Вот это она нам такой дала наказ. И так мы с этим идем по жизни. Дорогие ветераны, фронтовики, жители военного Архангельска, дети войны. В эти дни наша страна, да и весь мир отмечают 72-летие Победы. Я поздравляю вас с этим великим праздником. Спасибо за то, что помогаете нам помнить свою историю, любить и ценить жизнь. Спасибо за мужество, за оптимизм, который не смогли сломить никакие земные горести. Это большое счастье – жить с вами в одно время. На этом я прощаюсь до новой встречи и желаю добра и мира. Более пяти лет сеть супермаркетов «Сигма» реализует социальную благотворительную программу «Помним, гордимся, помогаем». Часть средств, вырученных от продажи пакетов символикой акции, идет на поддержку ветеранов. Добрый день. Я приветствую наших телезрителей и поздравляю с Днем Победы. Благодарю Алексея Шемякина за замечательный выпуск и с удовольствием подхватываю эстафету. Сейчас «Бессмертный полк» уже идет по улицам Архангельска, это проспект Троицкий. Именно там, где стоят наши камеры, где дежурит Артемий Заварзин. Поэтому сейчас слово Артемию. Светлана, здравствуйте. Да, наша телевизионная передвижная студия продолжает работу на Троицком проспекте. Колонна «Бессмертного полка» уже сформирована. И вот мы можем видеть, как постепенно-постепенно Троицкий проспект наполняет река памяти под названием «Бессмертный полк». Свыше 12 тысяч архангелогородцев принимают участие в акции, 20 рот идет в составе «Бессмертного полка». Впервые идет рота северных конвоев, по традиции участие принимает в акции и медицинская рота. И, конечно, огромное количество историй, которые хочет рассказать сегодня каждый архангелогородец, который принимает участие в акции. И рядом со мной сегодня тоже очень много людей, которые бы хотели в прямом эфире рассказать свою историю. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Соколова Светлана Дмитриевна. Светлана Дмитриевна, во-первых, с праздником вас. Всего вам самого наилучшего. Какую историю вы хотите сегодня рассказать? Кто изображен на этом портрете? Это портрет дедушки и бабушки моего мужа Соколовых, Михаила Александровича и Варвары Ивановны. Это родители Олега Михайловича Соколова. У них очень такая была дружная семья. Они очень были счастливы до войны. И когда началась война, они были в Петербурге. В июле Олега Михайловича и маму его, и старшего брата их эвакуировали в Иванов Фурманово. А вот Михаил Александрович остался в блокадном Ленинграде. Он очень рвался на фронт, но ему пришлось остаться. Он работал на заводе с лесарем. И у него была бригада пацанов. И вот он с этими пацанами делал для фронта оружие. И, к сожалению... Я вас немного приву поверну, чтобы телезрители смогли увидеть фотографию. К сожалению, вот первая блокадная зима была настолько трудная. И он так жалел мальчишек, он постоянно им отдавал свой паёк, что он умер от голода. Он умер от сердечной недостаточности. В 42-м году, в марте месяце. А бабушка Варя, она в Фурманове устроилась на работу. И работала в мыльно-пузырном цехе, как она говорила. Это была прачечная при госпитале. И она потом вступила в партию. И была очень такая активная женщина. Очень красиво пела. И она дожила до 92-го года. Александр Анатольевна, с какими словами вы хотели обратиться сегодня к Архангелогородцам? Все, кто нас смотрит... Всем мира! Мира! Так хочется жить! Спасибо! Спасибо большое! Повторю, очень много Архангелогородцев сегодня пришли на Троицкий проспект, чтобы принять участие в акции «Бессмертный полк». Чтобы поддержать в качестве зрителей тех, кто идет в колонии шестерей. 20 род, я напомню, свыше 12 тысяч архангелогородцев. Это, конечно, примерные цифры, самые примерные. Люди продолжают приходить, приходить к нам сюда, в нашу, назовем, передвижную телевизионную студию, в прямой эфир. Еще одна история, о которой мы сейчас расскажем. Здравствуйте! Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Валерия Вячеславовна. Я хочу рассказать о своем дедушке, Жданове Михаиле Георгиевиче, который погиб в 1939 году на Ханхенголе, в возрасте 33 лет. Он был флагманским штурманом боевой эскадрильи и не вернулся с задания. Сегодня, чтобы вы хотели архангелогородцам сказать, какие-то слова поздравлений в этот день? Да, в этот день памятный для всех, не только для нас, архангелогородцев, но и для всего мира, наверное. Я хотела бы пожелать людям любви, терпения, добра и, конечно же, мира. Спасибо большое. Вам также самые наилучшие пожелания. Спасибо. Мы продолжаем работу здесь, у здания областного правительства. Работает наша передвижная телевизионная студия. Огромное количество человек сегодня идет в бессмертном полку и хочет рассказать свои истории нам в прямом эфире, нашим телезрителям. Я вижу, что коллеги мне подсказывают, что у нас есть еще. Стесняются, волнуются, оно и понятно. Все-таки хочется не упустить ни одного момента сегодняшнего праздника. Тем более мы ожидаем бессмертный полк. Уже видим, как парадные расчеты и духовой оркестр возглавляют колонну шествия. Ну и далее уже следуют все участники акции «20 рот». Я напомню, среди них и медики, это врачи, и студенты, молодежь, активисты, рядовые горожане, представители структуры МВД, Росгвардии, железнодорожная рота, рота транспортная. Очень много человек, которые сегодня хотят нам также свои истории рассказать. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Представьте, пожалуйста. Соколова Галина Алексеевна. Галина Алексеевна, простой вопрос. Почему вы сегодня здесь? Потому что весь народ здесь, и вся память людей здесь в данный момент. И поэтому нельзя не прийти. Я желаю всем мира, добра и только мирного неба. Больше ничего нельзя пожелать в такие дни. Спасибо большое. Спасибо большое. С праздником вас. Голова колонны приблизилась сюда, к зданию областного правительства. Светлана, на этом, наверное, я умолкаю, передам слово вам, и мы вместе посмотрим на это неописуемое зрелище. Артемий, спасибо большое. Это было очень интересно. И так, шествие по улицам Архангельска началось. Мы продолжаем прямую трансляцию. Бессмертный полк идет по улицам Архангельска. Это происходит в пятый раз. За пять лет количество участников значительно выросло. В 2013-м в его рядах прошло около трех тысяч человек. Сегодня, по некоторым данным, уже около 13 тысяч архангелогородцев. Надо сказать, что столица Поморья быстро отреагировала на новый проект. Сама идея особым образом увековечить память о героях войны, подарив им свой парад победы, появилась в 2011-м году. Ее авторы – томские журналисты Сергей Лапенков, Сергей Колотовкин и Игорь Дмитриев. Вот что рассказывает Сергей Лапенков в одном из интервью. Сегодня он уже председателем межрегионального историко-патриотического движения «Бессмертный полк». Мысль эта пришла по очевидным причинам. День Победы превращался в формальный праздник. Чиновники говорили много речей, но практически не осталось ощущения, что 9 мая – День ветеранов. Это связано и с тем, что их остается все меньше. Хотелось вернуть этому дню человеческое лицо конкретного солдата, которому мы все благодарны. Не гениального полководца, а такого Вани из пехоты. Ведь в каждой семье такой человек есть. Это история поколений. Многие, особенно молодежь, вспоминали это время как страницу истории. Очень хотелось сделать эту память конкретной. Вот с этой историей мы обратились в 2012 году к жителям Томска. И первый же год в колонну полка вышли больше 6 тысяч человек. Стало понятно, что эту историю нам придется продолжать. Координаторами в городах становились региональные журналисты. Они рассказывали о мероприятии. Началось общение. Друзья друзей, незнакомые люди. Вскоре появился и сайт мойполк.ру. Все это рассказал в своем интервью один из организаторов, из идейных вдохновителей проекта Сергей Лапенков, журналист из Томска. Сегодня у проекта есть собственный устав, штабы и правила поведения. Каждый желающий может принять участие в шествии. Изготовить транспарант, используя типографский дизайн. Внести свою лепту в оформление мероприятия, стать волонтером организации, либо оказать информационную поддержку. Для организации шествия бессмертного полка в Архангельске в этом году задействовано около 200 волонтеров. В большинстве своем это студенты САФУ. Их главная задача – помощь в формировании колонн. Построение началось в 12.30 напротив Центра Патриот. Маршрут движения традиционен. Проспект Троицкий, улица Воскресенская, набережная Северной Двины и Площадь Мира. В поблекших снимках разных лет видна война, эпоха лихолетия. Грудь в орденах за множество побед, за мир в стране на многие столетия. Пройдут уверенно и гордо, сожмется сердце и заплачет. Воспомнит северный наш город, а разве может быть иначе? Восьмая рота «Морская». Эту роту возглавляют волонтеры Архангельского техникума водных магистралей имени Героя Советского Союза Сергея Николаевича Орешкова. Свой подвиг Сергей Орешков совершил в 1943 году. 16 августа в бою за поселок Васищево командир взвода в армии младший лейтенант Орешков Крытическую минуту боя, когда огонь из праздничного зона сбежал войсок в земля, Грозный северной точкой победы, как из-за ее тела закрыл в оборудовании. Союз жизни, в связи с собой выполнение ввода в боевой задачи. Крытическая students Крытическая Песятое роты Во-Т relationship Союз spiritual При Genw Восторг Продолжение следует... 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 Куда теперь? Нет, все заставлено. Да, река памяти развилась по Троицкому проспекту. Бессмертный полк начал свое шествие. Сейчас уже первая рота бессмертного полка проходит мимо нас. Сотни, тысячи портретов. И у каждого своя история, каждый архангел-городец хочет рассказать свою маленькую семейную историю победы. Рядом со мной Ольга Каштан. Ольга, здравствуйте, с праздником вас. Какую бы историю сегодня вы хотели рассказать в этот день? Мой дедушка Хандин Александр Васильевич совсем юным ушел на фронт. До 44-го года он воевал. был ранен и получил орден славы третьей степени. Мы очень гордимся своим дедушкой. И все время ходим на День Победы, на парад вот на этот. И я хочу поздравить ветеранов, участников тыла, весь наш народ с этим великим праздником. Бессмертный полк, он всегда будет в нашей стране почитаться. И мы всегда будем приходить на этот праздник. Ольга, спасибо большое. Еще раз поздравляю вас с праздником. Спасибо за вашу историю и за память, которую вы храните. Спасибо. Ну, я напоминаю, что мы работаем на Троицком проспекте. У здания областного правительства бессмертный полк уверенно начал свое шествие. Колонна из 12 тысяч человек. За моей спиной сейчас проходит рота северных конвоев. Та самая рота северных конвоев, которая впервые принимает участие в акции «Бессмертный полк». Участники акции «Архангелогородцы» несут портреты. Портреты участников тех событий, в том числе и событий Дервиша, изображены и на портретах фотографии бойцов из стран антигитлеровской коалиции. Непередаваемое зрелище – это действительно нескончаемый людской поток. Это действительно бессмертный полк. Огромное количество, вы можете видеть, людей. Повторюсь, это уже 12 тысяч человек по последней информации. Ну а рядом со мной тоже сейчас находятся участники акции «Бессмертный полк». Буквально минуту времени решили нам уделить, чтобы рассказать свою историю. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Ольга, меня зовут Необердин, и я представляю своих двух дедушек. Один – Ивахнов Васильевич. Ольга, позвольте, мы опустим немножечко портрет, да, чтобы телезрители могли видеть ваших дедушек. Да. Это Худяков Василий Алексеевич и Ивахнов Василий Алексеевич. Ой, Василий Васильевич, они оба были буквально для нас героями, потому что они также молодыми ушли на фронт. На протяжении всех четырех лет они отважно сражались, получили медали, ордена. И мы на сегодняшний день очень-очень гордимся. Вот своих детей вводим на бессмертный полк. И хотим всех поздравить с 9 мая, пожелать здоровья и мирного неба над головой. Спасибо. Добавим что-нибудь. Я очень горжусь своими прадедушками, потому что они ушли на фронт очень молодыми и победили, наша страна победила. Хочу поздравить всех ветеранов, всех нашего народа с праздником 9 мая. Спасибо большое. С праздником Вас, всего самого наилучшего. Мира и добра Вашей семье. Спасибо за память. Ну, мы продолжаем работать в прямом эфире. Шествие бессмертного полка началось. Уверенно, уверенно движется колонна в ее составе 20 рот. Впервые рота северных конвоев. По традиции медицинская рота. Ветераны, студенты, молодежь от мала до велика сегодня встали в один большой бессмертный полк, чтобы показать, что память жива. И живы тысячи историй, победных историй, истории о Великой Отечественной войне. Шествие продолжается. Светлана, передаю вам слово. Сегодня, 9 мая, надо обязательно вспомнить, чем Архангельская и Архангельская область пожертвовали ради победы. Накануне войны число жителей области равнялось 1 миллиону 109 тысячам. Из них, по всем видам мобилизации в армию и на фронт, было призвано, по уточненным данным, около 310 тысяч человек. Или более четверти всего населения. Наши земляки сражались на всех участках огромного фронта. На территории области было сформировано более 120 различных воинских подразделений. Три стрелковые дивизии, пять отдельных стрелковых и лыжных бригад, столько же отдельных полков, 105 подразделений обслуживания. В значительной мере из наших земляков состояли 2-я Мазурская, 23-я Гвардейская, Краснознаменная, Дновско-Берлинская, 28-я Невельская, 100-я Львовская, 263-я Сивашская стрелковые дивизии, 12-я Краснознаменная, Печенгская, 42-я, 63-я и 92-я бригады морской пехоты. Многие другие подразделения. Почетные наименования подразделений дают представление о географии тех мест, где сражались северяне. Под Ленинградом и Сталинградом, в Крыму и Прибалтике, в Белоруссии и на Украине, в Польше и Германии пролегали фронтовые дороги наших земляков. Сражаясь на всех фронтах, во всех родах войск, жители области проявили мужество и сыновнюю преданность Отечеству. До конца исполнили свой долг снайперы Роза Шанина и Федор Харченко, пулеметчик Михаил Родионов и танкист Петр Норицын. Более 90 наших земляков удостоены за ратные подвиги высшие в то время награды Родины, звания Героя Советского Союза. Бесстрашному мастеру торпедного удара Александру Шабалину за подвиги при защите Заполярья это звание было присвоено дважды. В такой же почести удостоены прославленный полярник Иван Попанин и военный летчик Николай Гуляев, долгое время живший в Архангельске. 13 воинов-северян награждены Орденом Славы Трех Степеней. Сотни наших земляков воевали в партизанских подразделениях, действовавших в Карелии, болотах Полесья, на Украине, Смоленщине и Брянщине. Многое на просторах России напоминает о ратных свершениях жителей Архангельской области. Именем командира полка Канашанина Николая Мамонова назван самый западный российский город в Калининградской области. Имена прославленных воинских подразделений и наших земляков увековечены в названиях улиц Архангельска и районных центров, школ, морских, речных судов. Своебразным памятником землякам, погибшим в годы войны, умершим от ран в госпиталях, пропавшим без вести, является многотомная книга памяти, вышедшая в свет в дни 50-летия Победы. Именем командира полка Калининградской области. Калининградской области. Калининградская области. Продолжение следует. Продолжение следует... 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 Так, например, коллектив судоремонтников архангельского завода «Красная кузница» в короткие сроки переоборудовал свыше 60 транспортных судов и раболовных траулеров в минные заградители, тральщики, сторожевые и конвойные корабли. А это мой дедушка. Вот это все, Ирина. Да, Светлана, продолжается шествие бессмертного полка. Уже несколько рот прошло мимо нашей передвижной телевизионной студии. В числе тех, кто присоединился к акции бессмертного полка в Архангельске и Людмила Александровна Максименко. Вместе с Кириллом Савельевичем Булатовым, рядовой. Я так понимаю, это ваш дедушка? Это мой дедушка. Он с Воронежской области, село Яблочное. Прошагал до самого Берлина. Имеет медали за взятие Кенинсберга, за взятие Берлина. Приехал с войны в 45-м году. Ну и, к сожалению, через 10 лет умер, когда мне был всего один годик. То есть дедушку вы совсем и не помните, но храните эту историю. Говорят, что когда я бегала, он без конца меня целовал. Ну и сегодня вы вместе. Парить храню о нем. Потому что дед очень красивый и сильный. С 96-го года он, с 1896-го года, то есть в 45 лет он ушел на войну и с победой вернулся. Мы горды всем. Спасибо вам большое за эту историю, за то, что храните память. Несколько слов поздравления охране Лагарусам в этот день. Ой, вы знаете, настолько празднично сегодня, настолько как-то величественно. Мне кажется, весь город вышел. Я еще такого скопления народа людей не видела, чтобы вот в такую погоду. Холодновато сегодня. Но вы посмотрите. Мне кажется, и город нагрелся, и солнышко выглянуло. Настолько все хорошо. Людмила Александровна, спасибо вам большое. Не смею больше задерживать. Вливайтесь в ряды бессмертного полка. Продолжайте принимать участие в этой замечательной акции, которая сегодня объединила всех россиян и свыше 12 тысяч архангелогородцев. Хотя мне кажется, что цифры статистики нам все же привирают. Горожан гораздо больше. Горожан гораздо больше тех, кто принимает участие сегодня в акции бессмертный полк. Продолжаем. Продолжаем знакомить наших телезрителей с историями, которые есть в нашем городе. И я приглашаю к микрофону моего гостя. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Максименко Виктор Иванович. Виктор Иванович, вы сегодня пришли... С моим дедом Максименко Трофим Петровичем. Смортизи немножко ниже. Труженик тыла. Участник Первой мировой. Был контужен. Поэтому во Второй мировой не смог участвовать, но ковал победу в тылу. Простой колхозник. Но в 1948 году награжден медалью за доблестный и самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны. Это в 1948 году, тяжелые времена. Значит, заслужил дедушка. Я его помню. Умер он в 1969 году. Я уже достаточно большой был. Всегда, несмотря на вид, это фотографии 1959 года. Ну, время тяжелой жизнь-то была. Человек он был веселый, добродушный, работящий. Любил меня и сестру мою, внука и внучек. Помним его. Ну, жалею единственное, что не все расспросил. В те времена как-то не так это было. И много не знаешь о том, как оно было тяжело, что они делали. А вы первый раз принимаете участие в акции? Да, с сожалению, первый раз. Впечатления незабываемые. Я просто не ожидал, что столько будет людей, несмотря, еще раз говорю, на достаточно прохладную погоду. Ну, это нечто. Впечатлен, воодушевлен. Ну, незабываемо. Незабываемо. Спасибо вам большое. Спасибо, что храните эту историю, храните память. Спасибо. С праздником вас. С праздником. Всего хорошего. Спасибо. Ну, а продолжаем, продолжаем настоящий поток, поток историй. История о той войне, о тех событиях. И каждая маленькая семейная история открывает нам целый пласт, целую эпоху под названием Великая Отечественная война. Крылов Александр Павлович, командир отделения. Здравствуйте. Здравствуйте. Кем вам приходится, Александр Павлович? Это мой отец. Зрителям покажем вашего отца. И пройдем немножечко сюда. Это мой отец, который погиб в 41-м году под Ленинградом. Был он минометчик, но не рану в бою он погиб. Пришла похоронка сначала, что пропал без веще, а потом нашлись следы, как говорится, что он погиб, похоронен. На окраине города Красный Холм. Сейчас это область Ярославска называется. Мы чтим память своего отца. Каждый год, как только начался этот полк, мы сюда посещаем вместе с ним. Это, как говорится, наш отец, символ. Мы гордимся им, гордимся тем, что он защищал родину, погиб в сражении с ненаглядным фашизмом. Вот это, как говорится, у нас еще. Это моя супруга, мы вместе сюда ходим. Дети, внуки с нами тут, все вместе мы вот так. Там внуки и дети. То есть для вас это по-настоящему и семейный праздник, уже семейная традиция? Да, это семейная традиция. Мы уже никак не тут все... Вы принимаете участие в акции уже не первый раз. Согласитесь со мной, что, наверное, такого масштаба не было за все годы. И с каждым годом, скажу, больше и больше приходит. На этот праздник не надо приглашать. Совершенно верно. Даже вот посмотреть по сторонам стоят, это же фактически еще полки стоят. Вот так. Но они, как говорится, участники тоже самого такого. Так что вот так. Просто архангородцы это мероприятие с удовольствием и правильно еще и делают. Она память, чтобы была не только нам, а внукам, детям, чтобы это не забывалось. Это самое только традиционное. Спасибо. Спасибо большое, что храните память о своем отце. С праздником вас еще раз. Всего самого доброго. Еще раз так. Как сказали мои гости сейчас, это праздник, на который не нужно приглашать. Это День Победы, День Великой Победы. Это наш общий праздник. Но к микрофону сейчас я хочу пригласить моих следующих гостей. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Иванова Лариса Ивановна. Лариса Ивановна, с кем вы сегодня в бессмертном полку? Это моя бабуля. Бабушка, она радистская, прошла всю войну. И дед, он был командиром орудия, раненый в голову, остался живой один из всего своего полка. В общем, прошли всю войну, горжусь, что у меня такие были бабуля и дед. В акции вы принимаете участие впервые? Нет, второй год. Если сравнивать с прошлым годом, масштаб ощутимо больше? Да, да, больше, больше. С каждым годом все больше и больше. Здорово. А как вы думаете, о чем это говорит, что все больше людей встают в ряды бессмертного полка? Ну, ветеранов становится меньше, нас больше, мы все, в общем... Больше и больше помним их, гордимся, что было такое поколение. Спасибо вам большое, спасибо за память, всего доброго, с праздником. Мы продолжаем работу и гости нашей передвижной телевизионной студии продолжают к нам приходить. Шествие бессмертного полка сейчас также продолжается. Идет рота архангела Городцев. Здесь и мужчины, и женщины, и дети. Что самое главное, сегодня очень-очень много детей. Самых-самых маленьких. Они еще, может быть, и не знают всю историю Великой Отечественной войны, но понимают, что это нужно, это необходимо, и вполне осознанным лицом наблюдают за происходящим. Это здорово. Ну, Светлана, сейчас я передам вам слово, и мы через какое-то время вновь вернемся. Продолжается шествие бессмертного полка по улицам Архангельска, а мы продолжаем рассказ о военной истории по море и жителям области. По мере развития боевых операций на завод «Красная кузница» в Архангельск начали поступать на восстановление поврежденные корабли. Завод отремонтировал и возвратил в строй за годы войны 187 кораблей военно-морского флота. Кроме того, коллектив завода освоил выпуск минометов, мин, гранат, пулеметных станков, выпустил 213 аэросаней, около 80 тысяч корпусов мин, много другой продукции. Труженики Молотовска, напомним, сегодня это Северодвинск, успешно выполнили программу строительства морских охотников, производства боеприпасов, различных видов боевой техники и снаряжения. За военное время на его предприятиях было построено 12 и отремонтировано 33 боевых корабля. 24 ледокола и судов ледокольного типа, 82 американских, английских и советских транспортных судов. За это время предприятия города изготовили свыше 2000 комплектов минных тралов, более 160 тысяч авиабомб и снарядов. Война круто изменила жизнь северной деревни. Тысячи колхозников ушли на защиту Родины. Достаточно отметить, что за четыре военных года число трудоспособных в Северном селе уменьшилось со 136 до 107 тысяч человек, или на одну пятую часть. 1 июля 1941 года Архангельский облсполком и Архангельский горсполком выносят решение о привлечении учащихся 7-х, 8-х, 9-х и 10-х классов школ к сельскохозяйственным работам. Устанавливалась продолжительность рабочего дня от 6 до 8 часов, в зависимости от возраста юного труженика и характера работы. Бригады из мальчиков и девочек формировались раздельно, каждую возглавлял учитель. Женщины и подростки, заменившие своих мужей и отцов, делали все, чтобы вспахать поля, вовремя убрать урожай, дать фронту больше мяса, масла, зерна. В 1942 году, например, в колхозах трудилось более 80 тысяч женщин и лишь около 19 тысяч мужчин. Деревенские ребята в течение года работали в колхозах. Городские школьники выезжали на сельскохозяйственные работы в период летних каникул. Вот несколько цифр. В 1941 году на полях области работали 36 тысяч школьников, в 1942 уже 46 тысяч, в 1943 – 52 тысячи, в 1944 – 56 тысяч ребят. За годы войны ими заработано 4,5 миллиона трудодней. Итоги напряженного труда на колхозных полях и фермах позволили труженикам сел Архангельской области сдать за военные годы государству около 90 тысяч тонн зерна, 180 тысяч тонн картофеля, более 27 тысяч тонн мяса, свыше 180 тысяч тонн молока. Оленеводы Ненецкого национального округа направили на Карельский фронт свыше 4 тысяч оленей для перевозки военных грузов и раненых бойцов. «Архангельский батальон поздравляет вас с праздником Победы! С троекратным ура! 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 Ура!» Руку, руку, вытащи. Жизнь на желтых снимках, прадед и отец. Война прошла, а память горло сушит в унисоне бьющихся сердец. Он нам сказал, не помирает великан, пошел на танк со связкой угроза. Откуда ты, Снаваминская мига? Отвыва ждал 12 тысяч тонн молока. Ведь это мы, под Курскую дуку, горели в танк. И подсказывает, что мы в эфире, дорогие телезрители, шествие бессмертного полка продолжается, но на Троицком проспекте оно уже потихоньку заканчивается. 20-я рота, медицинская рота, единственная по всей стране у нас в Архангельске, в составе этой роты у нас доцент кафедры медицинской биологии и генетики Северного государственного медицинского университета. Хромова Анна Владимировна. Анна Владимировна, знаю, что вот Филипп Наумович Басин в свое время, в годы войны, был завкафедрой. Да, Филипп Наумович был заведующим кафедрой медицинской биологии в самое тяжелое время, в годы войны, и не бросил свой пост. Также участвовал в подготовке военврачей. Вы лично впервые принимаете участие в акции? Нет, фактически с первого дня, как в нашем университете организовалась эта акция, мы входим, принимаем участие. И вы видите, студентов с каждым годом все больше и больше. И это замечательно, что и студенты, и молодежь, и все от мала до велика принимают участие в акции, потому что в этом году, согласитесь, она, наверное, одна из самых масштабных за всю пятилетнюю историю. Спасибо вам большое. Не сумеем больше задерживать. Вливайтесь в ряды бессмертного полка. Но мы продолжаем работать на Троицком проспекте у здания областного правительства. И сейчас я предлагаю сопроводить колонну бессмертного полка, которая уже завершает потихоньку шествие по Троицкому проспекту, поворачиваясь в Воскресенской на набережную Северной Двины. После набережной Северной Двины, площадь Мира, там состоится впервые за всю пятилетнюю историю акции бессмертного полка в Архангельске церемониал «Колено преклонения перед Знаменем Победы». Ну а дальше для всех участников программа «У Центра Патриот», выставка оружия, «Оружие Победы», акция «Солдатская каша» и еще много интересного сегодня. Ну и, конечно, эта акция «Бессмертный полк», она навсегда останется в истории, уже в новой истории нашей страны и останется таким своеобразным мостиком между той эпохой и днем современным. Ведь много-много человек сегодня принимало участие в этой акции. И в Архангельске больше 12 тысяч человек, и по всей области Котлас, Няндама, Плесецк, Северодвинск, Новодвинск, Холмогоры. Люди выходили на улицы с портретами своих родственников, прадедов, дедов, бабушек и прабабушек, чтобы рассказать свою маленькую семейную историю Победы. И вы знаете, очень точно сказал один философ о том, что мы не можем увеличить длину нашей жизни, но мы можем увеличить ее ширину и глубину. И вот глядя на эту полноводную, широкую реку памяти, ты понимаешь, что так оно и есть. И мы эту память должны хранить. Я передаю слово студии Светлана. Ну что же, еще напоследок немного информации. Награды находят своих героев. Архангельск 5 декабря 2009 года удостоился звания «Город воинской славы». 31 августа 2011 года на набережной Северной Двины была установлена стелла с гербом города и текстом указа президента о присвоении почетного звания. Сегодня в Архангельской области проживает 777 участников и инвалидов войны. 140 человек, награжденных знаком, жителю блокадного Ленинграда. 253 бывших несовершеннолетних узника фашистских концлагерей, тюрем и гетто. И напоследок добавлю, что с вами сегодня была большая команда Архангельского городского телевидения. На Троинском проспекте работали наш корреспондент Артемий Заварзин, операторы Ольга Красулина и Евгений Зыков, режиссер Анастасия Коновалова, техники Михаил Горбатенко и Федор Черкасов, инженер Альберт Фомин. За пультом в аппаратный главный режиссер Ольга Зайцева, техник Денис Обрядин. Из студии комментировала Светлана Дейнека. Мы еще раз поздравляем всех архангелогородцев с праздником, с Днем Победы!